сидел в гараже занимался в принципе дела по делу опять же задают вопросы товарищ брендмейстер рус тоже пишет александр здрасте скажите можно и старопласта делать пробойники можно но вот у меня первые пробойники самые самые первые им уже сто лет в обед это даже не пробойники а можно сказать насадки вот они все одинаково просверлены как бы насадки для первоначальной правки я их одевал вот в качестве вот наконечника допустим на крючок и более чтобы мягко править допустим одни подмотку бронеленту там скотч изоленту кто как я вот пошел по такому пути сделал вот эти вот так сказать насадки они могли надеваться на вот такое вот дело под них то есть вкручиваем мы и и потом одеваем вот одной рукой снимать и это шори вот так она выглядела собственно как и все что потом я делал вот это всякие различные вот насадочки они все вот как бы с резьбой с длинной с короткой ну и так далее все вот это вот как вы видите это все самоделка я не считал нужным все это как бы покупать опять же вот это жигулей просто-напросто вот заточил здесь сферой здесь более плоская сфера и хорошая двойная насадочка я перекручивал либо этой стороной либо этой стороной вкручивал а потом у меня пришла идея а почему не сделать вот так имеется ввиду что отсюда мы вкручиваем одну насадку а с нижней стороны можно также одновременно вкрутить вторую работать дома но не об этом речь речь сейчас пойдет вопрос задали значит по пробойникам значит я так понимаю что у человека нет возможности покупать я расскажу что вот она алиэкспресс пробойники дешевые довольно вот это вот я не помню теками тека еще чего-то но опять же вот посмотрите внимательно если вы пользуетесь мягким материалом видите что получается он все время сбивается и работать таким пробойником некомфортно вот поэтому этот пробойник я не знаю с чего вот он у меня стоит самый крайний поскольку им пользоваться смысла нет вот так же есть вот пробойники это уже в общем-то пробойники не по без покраски я имею ввиду вот этот он сделан из гетинакса он настолько жесткий им просто-напросто я им пользуюсь но тогда когда надо что-то подрихтовать где там шпаклюется краситься где-то что-то усадить чтобы свои пробойники не портить вот это тоже что-то из пластика я делал не помню теками тека еще что-то тека чего-то в общем вот вот пластики все вот эти старопласт опять же вот одни из первых они здесь валяются они поверьте очень очень неудобно его там с вас меня прервали вот они неудобны тем что коэффициент скольжения у фторопласта в два раза больше чем у льда и они вот то есть вот так соскальзывают вот но в качестве вот таких большого диаметра мягких пробойников я их иногда использую поэтому они вот здесь серединке стоят это вот эксперименты мои я пробовал даже вот из оргстекла делать вот ну как-то не прижились еще второй момент такой что было мне интересно всякие пластики пользоваться ну и видите вот получилось что вот короткий а вот он пробойник просто как только он упал так все тем более что вот я и делал сразу чтоб магнитик был внутри чтобы они не падали на землю но тем не менее упал он и с магнитом вот пробойничек и все вот на сей день я как бы пользуюсь пробойниками вот частенько это китайский набор он там копейки стоит 45 пробойников потом пользуюсь вот таким я купил в магазине стеклоправ.ру в любом поисковике наберете вот такой комплект получился я им пользуюсь вот я сейчас перечисляю это как бы заводское а так можно наделать чего угодно из чего угодно не могу сейчас по памяти сказать вот где-то тоже я подсмотрел вот такие вот пробойники берутся делаются разные диаметры наконечник полируется вот стоят они копейки вот эти пробойники в магазинах дальше можно сделать из плотного дерева вот тоже все работает вот еще один момент вот шел шел и нашел вот тут даже написано д-линк это антенна от д-линка от роутера но вот кто не знает что такое роутер это вот устройство которое раздает интернет где-то они антенки вот такие мягкие резиновые бывают а в данном случае вот какую-нибудь ремонтную мастерскую зайти вот такие антенки валяются вот вполне годный хороший вот очень даже жесткий пробойник такой очень удобный хороший этот немножко более резиновые у них еще вот такие как бы феерические наконечники есть вот видно да вот как бы одетый колпачок также и здесь вот тоже ими можно работать то есть не покупая я же понимаю так что вопрос был задан еще можно сделать вот такая вещь поэтому наделать можно чего угодно и сколько угодно вот еще я выкладывал видео вот тоже я пользуюсь ими это у нас палочки из из апельсинового дерева ими вот они в таком виде бывают там где делают маникюры педикюры там этими палочками пользуются ими тоже можно пользоваться в качестве пробойников тоже дешево сердито можно в любом городе найти купить пойти там где делают маникюры педикюры вот так вот так что дерзайте и все у вас получится и потом у вас будет что-то примерно как как у меня скажу честно выкинуть иной раз кое-что жалко то чем не пользует думаю а вдруг пригодится ну поэтому и лежат а некоторые пробойники из этих конечно же можно было уже с успехом выкинуть и забыть за них ну как-то жалко все таки я делал это пусть пока полежат ну вот я ответил на ваш вопрос из чего лучше сделать пробойники а в принципе можно и на алиэкспрессе заказать опять же это с точки зрения экономии средств а так у нас достаточно много фирм вот в москве и не только в москве в новосибирске и так далее города оренбург по моему где можно купить все это ну тут цены конечно будут немножко повыше поэтому если вам подешевле либо делайте сами тренируйтесь либо 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 покупайте в китае пока что это на сегодняшний день более-менее как бы дешевле чем покупать у нас но надо подождать там 7 10 дней ну быстро идет я думаю что ответил на ваш вопрос все всем привет пока пока